Снегопад набирает обороты, дорожным службам едва удается справляться со стихией. Об оптимизации бюджета на 2015 год после информационного выпуска смотрите интервью с заместителем главы Богучанского района Юрием Ефимовым. Несмотря на постоянную работу дорожных служб, полностью очистить дороги от снежного наката не удается. Подробности далее в сюжете. В нашей стране, наверное, только ленивый не ругает дороги. Вот и сейчас каждый второй житель районного центра считает, что уход за дорогами внутри села оставляет желать лучшего. Видите, здесь бордюрки вот эти, которые на дороге, поэтому с ними и сталкиваемся. Снегу, помойка кругом, бровки эти, он ныряешь как этот, только машину бьешь. Но проблема сейчас не только под ногами, как кажется многим. Обильные снегопады идут по всей России. И даже самый теплый город нашей страны, Сочи, засыпало снегом. Что уж говорить о северных регионах, где снег непременный атрибут зимы. В нашем районе с ноября месяца выпала практически годовая норма осадков. Дорожные службы работают не покладая рук, но эффект от этого исчезает под новыми сугробами снега. Дело в том, что температура, которая 5-7 градусов у нас стоит, она является такой оптимальной, когда снег начинает не скатываться с дороги, не разноситься, а вот именно налипать. Поэтому в прошлом году мы убирали снег и в этом году, с 3 января, мы начали продолжать, продолжаем, вернее, уборку снега. Если обратили внимание, то, допустим, улица Октябрьская, улица Ленина, просматривается асфальт, но просматривается он в колейности, то есть образовывается вот этот снежный вал, который мы его постоянно срезаем. Мы вынуждены были уже два раза проводить уборку с вывозкой снега. Очистка улицы снега – сложная задача. Для этого задействуются несколько видов техники – грейдеры, погрузчики, самосвалы. Для полноценной уборки этой техники просто необходимо пространство для маневра. И здесь уже возникают проблемы со стороны жителей районного центра. Есть люди, которые оставляют свои автомобили чуть ли не на проезжей части, что мешает проезду грейдера, да и несет угрозу повреждения самим автомобилем. Другая проблема – уборка снега с придомовой территории. Жители районного центра вместо того, чтобы разместить снег по сторонам, выбрасывают его на проезжую часть, что ухудшает дорожную обстановку. На территории села Богучайно действуют правила благоустройства, в которых сказано, что запрещено в процессе расчистки придомовой территории выбрасывать снег на проезжую часть, так как затрудняет движение транспортных средств, то есть получается потом у нас поломки бамперов, многие жалуются, что и поддоны разбивают. Управлять погодой, к сожалению, люди пока не научились. Ожидать, что в ближайшее время снегопады закончатся нельзя. Поэтому справиться со стихией можно только сообща. Сельские власти будут чистить дороги, насколько хватает средств и техники, а жители, в свою очередь, не должны им мешать выполнять свою работу. И тогда передвигаться по дорогам райцентра станет гораздо легче. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Богучаны. В Богучанах завершилась профилактическая операция «Быт». Цель операции – профилактика преступлений и правонарушений в семейно-бытовых обстоятельствах, такие как насилие в отношении членов семей, злоупотребление алкоголем и другое. Участковые проводили рейды по тем семьям, которые уже были замечены в подобных правонарушениях. Также по показаниям других лиц выявляли семьи, которые на учете как неблагополучные не стояли. На территории Богучанского района за период с 29.12.11.2015 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Быт» с целью выявления преступлений и правонарушений, совершенных «Быту» лицами, которые находятся у нас на учете участковых полномочных полиции. В ходе этой операции было выявлено 221 лицо, с которым была проведена профилактическая беседа. Четыре лица поставлено на учет, выявлено и возбуждено два уголовных дела по статье 116 и 119 УК РФ. Дополнительно в ходе беседы обращалось внимание на правильность поведения в «Быту» и не допущение никаких правонарушений. Самый главный документ в жизни взрослого человека – это паспорт. Привычная красная книжка получается сейчас при достижении 14-летнего возраста. С 1 января этого года введены новые государственные пошлины за получение и замену российских и заграничных паспортов, хотя порядок предоставления документов остался прежним. Подробнее в сюжете Александра Можеванова. В Богучанском районе выдачей паспортов занимается отделение управления Федеральной миграционной службы. Каждый день десятки людей приходят в ФМС, чтобы получить главный документ, подтверждающий, что человек является гражданином России. Порядок получения паспорта не меняется на протяжении многих лет. А вот государственные пошлины за выдачу паспорта изменились с начала этого года. Сейчас госпошлины по обмену паспорта, то есть причины это наступление 14 лет, 20 лет, 45 лет, изменение фамилии, они будут составлять 300 рублей. Госпошлина по оформлению паспорта в замену траченного, пришедшего в негодность, он будет составлять 1500 рублей, то есть 1500 рублей. Также, значит, возросли госпошлины на оформление загранпаспортов. Сейчас загранпаспорт нового поколения будет составлять на лиц, которым достигло 18 лет, уже 3500 рублей. К сожалению, в силу ряда причин заграничные паспорта получить в нашем районе не представляется возможным. Все дело в том, что площадь помещения, предназначенного под биометрическую кабину, должна быть не менее 10 квадратных метров, которого у Богучанского отделения ФМС нет. Но паспортный стол предлагает населению помощь по оформлению первоначальных документов для выдачи загранпаспорта. Я советую людям всегда делать так. То есть я даю им консультацию и рекомендую, прежде чем ехать в Красноярск или в Канск, те места, где принимаются загранпаспорта, прийти, чтобы здесь все проверили. Потому что возникают какие-то недочеты, либо человек уже, находясь вне дома, не всегда есть условия, там эти все документы перепечатать, переписать, вот, чтобы здесь уже все проверили, и чтобы там принцип сдачи носил разовый характер. Приехали, проверили, приняли, все, назначили им время, люди получили. Получить заграничный паспорт сейчас можно и с помощью интернет-портала госуслуги.ру. На этом сайте есть все необходимое, шаблоны и бланки, которые можно заполнить самому. Если гражданин заполнил все правильно и отправил запрос, то в Красноярск или Канск по выбору для получения паспорта нужно будет съездить только один раз. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». Работа полиции важна для общества, но большая часть работы полицейских всегда остается за кадром. Богучанские школьники получили шанс узнать, из каких отделов состоит полиция Богучанского района в ходе экскурсии в районный отдел внутренних дел. Ребят познакомились с работой различных отделов, показали оружие, которое стоит на вооружении полиции, и даже провели для школьников соревнования по стрельбе. Дежурная часть – это как раз то место, которое может быть ваши родители, может ваши близкие, может кто-то еще обращается именно сюда, в первую очередь за помощью. Дежурную часть можно назвать сердцем полиции. Здесь всегда кипит жизнь, люди обращаются за помощью, и, конечно, сотрудники полиции стараются помочь каждому человеку в его беде. Именно с дежурной части началась экскурсия детей по районному отделу внутренних дел. Следующий этап – кабинет исследователей и экспертов. Ребята, вот смотрите, налево видим такие чурочки, да? Но это, ребята, не чурочки, это у нас вещь зодки. Понятно? По этим срезам следователи у нас определяют, где именно, на каком участке был спилен этот срез, эта древесина. Сотрудники полиции должны быть умными, смелыми и обязательно должны иметь хорошее здоровье. Поэтому богучанские полицейские регулярно занимаются спортом, чтобы быть в хорошей физической форме. Убедиться в этом ребята смогли, глядя на стенд со спортивными достижениями. Наши сотрудники и первые места, и вторые, и третьи места в личном первенстве занимали. Поэтому, если кто желает у нас в дальнейшем связать свою судьбу с деятельностью полиции, необходимо, кроме того, как иметь очень хорошее знание, иметь высшее юридическое образование, но также иметь хорошую спортивную подготовку. Особый интерес у школьников вызвала демонстрация настоящего боевого оружия, которое стоит на вооружении богучанских полицейских. Самый распространенный вид оружия, который стоит на вооружении, это ПМ, пистолет Макарова. 9-миллиметровый, эффективность стрельбы до 50 метров. То есть таким оружием оснащен каждый сотрудник полиции. Посмотреть со стороны, конечно, интересно. Но для полноты ощущений полицейские разрешили школьникам взять в руки оружие. И все ребята смогли убедиться, что управляться с ним не так просто. Было заметно, что у школьников появился интерес к службе в полиции. У них все зависит от компетенции. Может быть и ночное видение, может быть и специальный усиленный магазин. Мы повышаем имидж сотрудников полиции, престиж непосредственно службы. И мы будем очень рады, если в последующем будущем кто-то из посетивших сегодня, на нынешний день учащихся, придет к нам служить в полицию. Финалом экскурсии стали соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Школьники разделились на две команды, и каждому из ребят была дана возможность сделать по два выстрела по мишени. Я, честно говоря, экскурсию ждал, как раз таки вот с пневматикой поработать, как раз таки из-за нее только. Потому что мне сказали, что будет стрельба. Стрельба пошла, и я очень рад. Это первый раз, и это очень интересно, поскольку тут показывали настоящее оружие. Ну, мы разрешили их потрогать, пощупать там, подержать, сколько они весят там. Ну, это было очень интересно. Конечно, опыт стрельбы у ребят небольшой, и поразить мишени удавалось не каждому, поэтому в итоге победила дружба. Ребята получили дипломы за участие и унесли с собой твердую уверенность, что на их страже стоят надежные полицейские. Александр Мажванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Бугучаны». В Центре социализации и досуга молодежи прошло совещание молодежных инициативных объединений. Участники встречи обсуждали вопросы по подготовке и проведению празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Были заслушаны предложения по проведению мероприятий, посвященных круглой дате. Подробнее о том, как прошло совещание, мы расскажем в наших следующих выпусках. Год культуры в России завершен, но для творческих и талантливых людей он продолжается. Итоги года подвели в сельском доме культуры поселка Гремучий. В честь самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей звучали фанфары и слова общественной признательности. На концерте Гремучинских звезд побывала и наша съемочная группа. «Мал золотник да дорог» – такие слова прозвучали о самой юной певице, которую односельчане полюбили за исполнение песен. «Карина была участницей районного смотра детского вокала «Волшебная страна» в поселке Таёжный. И завоевала там гран-при, привезла огромный кинотеатр». Концерт «Благодарение», так его называют организаторы, начался со вступлений самых юных участников. Его продолжили те, кто на сцене, несмотря на юношеский возраст, не новички, в их числе подающая надежды Валентина Грибачева. «Карина» Талантливых людей, для которых Дом культуры стал вторым домом, в Гремучем хватает. Не каждый поселок позавидует многообразию клубных формирований. Их 23 – любительских, самодеятельных, спортивных. Ну а чтобы сельчане занимались творчеством более охотно, необходимо бережное отношение и внимание к творческим людям. Сегодня не забыли никого. Во-первых, в прошлом году, впервые в жизни, вот в моей, что я работаю в культуре, был год культуры в России. Мы много слышали о том, что был год культуры в России во Франции, в Болгарии, в Германии. А в прошлом году в России был первый раз. Поэтому это меня, что я всю жизнь проработала в культуре, это затронуло. И совпало так, что год культуры в районе открывали на нашей сцене. И поэтому идея закрыть его, конечно же, возникла у меня не спонтанно. Я готовилась к ней. Что мы обязательно это проведем и отметим наших лучших, кто славил наш поселок и кто завоевывал призовые места на районных мероприятиях. Гремучинцы талантливые и активны. Это они доказывают на сцене. Коллектив «Молодушки» состоит из работающих женщин. У каждой из них есть дети. Как показывает практика, танцуют мамы, будут танцевать и дети. Ну а время для любимого занятия выкраивают у семьи. Благо родные понимают. Согласовываем график наш, отпрашиваемся у семьи, у наших близких. Поэтому что, ну, времени уходит достаточно прилично. На концерты готовимся, ездим по району. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Выступление группы «Поющее мужское братство» вызывает бурные эмоции не только у гремучинского зрителя. На концертах группы в районном центре и в других поселках не бывает свободных мест. Любимые всеми песни, которые они исполняют, и позитивная энергетика никого не оставляет равнодушным. Как, собственно, и песни в исполнении Натальи Тарасовой, без которой не обходится ни один концерт в гремучем и на районной сцене. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Благодарили на концерте не только артистов, но и тех, кто дружит с физкультурой и спортом. Среди них – Любовь Михайлова, заведующая спортзалом, которая собрала вокруг себя единомышленников. Результаты не заставили себя ждать. Спортсмены представляли все виды спорта на районных мероприятиях в ушедшем году. Приходят женщины разных возрастов, начиная от 30 и кончая 80. Занимаются они в разные дни. Занимаются фитнесом, занимаются в тренажерном зале. Тренажерный зал очень хороший у нас. Также у нас занимаются волейболом мужчины и женщины. К нам даже на тренировки стали ездить мужчины из Богучан. В этот день артисты принимали пожелания от коллег по творчеству из Богучан и поселка Ангарский. И люблю я все, что имею, все, что Богом судьбою дано. И любовь от горы Седисея стала символом счастья давно. Гремучинские танцоры, певцы и актеры с каждым годом поднимают планку своего мастерства. И этого не могут не заметить зрители. Конечно, оцениваю я. Не то что на хорошо, на отлично даже. Потому что я живу здесь уже в Гремучем больше 30 лет. И до этой команды, думаю, что после этой вряд ли будет такая творческая, хорошая команда, как эта. Очень жаль, очень жаль, что у нас проходит, как сказать, время, что ли, что я чувствую, что может быть лет через 10 Галина Васильевна уйдет на пенсию. Мне очень от души жалко, что она уйдет. Она очень хороший человек. Ваши пожелания. Дай Бог им всем здоровья. Пусть они дольше поют, пусть радуют нас. Я посещаю каждый концерт, если не на работе. Мне очень нравится всей семьей. Как бы постоянно здесь в клубе. Девочки у меня выступают наши. В общем, клуб у нас, мне кажется, лучший в Агучанском районе. Такая оценка дорогого стоит. Но у самодительных артистов еще много непокоренных вершин в творчестве. Екатерина Родченкова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». А прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью с заместителем главы Богучанского района Юрием Ефимовым. А я прощаюсь с вами. До встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юрий Александрович, расскажите, вот на прошлой неделе вы были на совещании с губернатором края. Скажите, какова была тема совещания и какие задачи перед главами муниципальных образований поставил губернатор? Вы знаете, наверное, коротко, если коротко, суммируя все поставленные задачи, а их было очень много, и задачи ставились во всех отраслях, по отраслям науки, по отраслям промышленности, науки, образования. Очень много было, кстати говоря, этому делу внимания уделено развитию науки и образования у нас в крае. Экономике по отраслям была поставлена задача медицины, здравоохранения, спорта. Но если суммируя и выделяя основную конво, основную мысль, то можно сказать об одном, две, наверное, составляющие, огромные такие платформы, базис. Это экономия и эффективность. Поставлена задача за два года справиться с дефицитом бюджета. Цифра в 35 миллиардов рублей. За 2015 год мы должны ее уменьшить на 15 миллиардов рублей. И за 2016 год, возможно, в связи с ситуацией экономической в стране, и, возможно, за 2017 год ликвидировать дефицит бюджета. А для этого мы должны не просто стабильно работать, но губернатор еще и поставил задачу об увеличении бюджета ежегодно на 15-20 миллиардов рублей. Задача очень сложная, трудная, но выполнимая. И второй вопрос – это эффективность. Эффективность каждого рубля, используемого в экономике, используемого в бюджетных отношениях, в межбюджетных отношениях. Каждое вложение должно быть глубоко продумано и эффективно. Мы не можем себе позволить теперь ни стройки начать и не закончить. Мы не можем себе позволить тратить деньги, от которых не понимаем эффект в каком-то обозримом будущем. Но могу сказать, если уходя из поставленных задач, я думаю, что Бугучанский район, один из, наверное, как я уже все время говорю, из немногих, для которых с поставленными задачами не могу сказать легко справиться. Но для этого есть все варианты. Для того, мы планируем идти пуск в этом году заводов, которые у нас строились эти годы. Мы планируем в этом году все-таки начать достройку больницы, потому что как раз вот это и будет в эффективности. У больницы уже вложены средства, которые на сегодняшний день заморожены, их необходимо довести до конца, и для того, чтобы эти деньги работали на наше население, чтобы мы получали качественную медицинскую помощь. Это, я думаю, это свидетельство как раз и будет эффективностью. Я думаю, что мы в 2016 году, мы все-таки в первую очередь больницы ведем. В 2015 году, в первой половине, этот многострадальный конкурс должен быть закончен, по мнению этой подрядчики, потому что, ну, сейчас смешивается в два раза уже подряд федеральная антимонокольная служба московская, которая сносит и сносит раз за разом конкурс. Ну, мы сильно надеемся, я переговорил как раз после совещания с министром строительства, он мне заверил, что мы все-таки в первом квартале должны выйти на подведение, так сказать, итогов этого тендера. Вот, если коротко говорить об этих вещах, еще раз повторюсь, экономия и эффективность. Будут ли разработаны мероприятия по оптимизации расходов бюджета Бугучанского нашего района и Красноярского края в целом? Как вот, на Ваш взгляд, ситуация сейчас выглядит? Естественно, губернатор дал конкретное поручение по министерствам, по территориальным органам, в том числе и Бугучанам, поручение как раз подготовить программу во исполнении его поручений, и подготовить программу, программу на три года. Как мы эти три года собираемся жить? Где? И первоначально, на первом этапе он дал поручение 5% сокращить бюджет и 5% численность работающих в органах власти. Будем смотреть, изыскивать. После этого совещания у меня было поручение Владимира Юрьевича Корновухова работать над этими вопросами. В феврале мы должны сверстать эту программу, представить ее губернатору, утвердить на сессии депутатов районного совета и по ней начать работать. Первое, что мы уже сейчас видим, это создание у нас, так сказать, органа, такого органа, как одно окно, в котором много говорится, Центр услуг. Мы думаем, что это нам позволит сократить какое-то количество работающих в администрации, когда люди будут получать и качественно, и быстро на ответы на свои вопросы, что касается государственных услуг. Вот я хотел бы, наверное, если коротко ответить на этот вопрос. Вот как исполняется бюджет района на сегодняшний день вот по сравнению с прошлым годом, началом прошлого года? Вы знаете, здесь я бы хотел подчеркнуть роль администрации района и лично Владимира Юрьевича Корновухова, его жесткую позицию по исполнению бюджета, неукоснительному, мы, не могу сказать, что одна из немногих, а может быть, одна из немногих территорий в крае, которая уверенно вошла в 15-й год. Мы исполнили бюджет, мы исполнили его с профицитом, чтобы нам позволить первое полугодие точно провести достаточно ровно, выполнить все задуманное. Здесь никаких у нас сомнений нет. А дальше будем смотреть от развития ситуации экономической в стране, в крае и регионе. Поэтому, ну, я на сегодняшний день не имею никаких оснований для сомнений в том, что бюджет будет исполнен. Зарплаты бюджетникам, работникам здравоохранения, образования, детских садов, дошкольных учреждений будут выплачены вовремя, пенсионные вопросы закрыты вовремя, на сегодня работники культуры, значит, соответственно, все, что у нас пока принято, все, что заложено в бюджет на 15-й год, первое полугодие будет, безусловно. Безусловно, никаких сомнений нет. То есть, нет повода для беспокойства, что кто-то чего-то недополучит, каких-то средств из бюджета, которые обязаны ему по закону. Ну, вот на совещании, когда я был, я говорил, что я в свое время, может быть, излишне, теперь, думаю, упрекал Владимиру Юрьевичу, что мы мало работаем с банками, не ускоряем финансирование некоторых вопросов за счет привлечения кредитных ресурсов. Так сказать, сегодняшний день показал, что мы все-таки совершенно верно себя вели. Мы не имеем перед Новым годом никаких задолжений по зарплатам, отпускам и пособиям всем этим вопросам, по всем выплатам. У нас никто в этом вопросе не имеет задержки. Ни один поселок, никто. Поэтому, а как практически показалось, не у всех, не у всех такая ситуация. Многие регионы, так сказать, не выдали зарплату перед Новым годом, не смогли в силу тех или иных причин. Недостатка средств, недополучение налогов и тому подобное. А у нас мы с этим вопросом очень достойны. И я надеюсь, что администрация будет держать это под жестким контролем. И у нас оснований для беспокойства еще раз повторяю, нет. Спасибо, Александр Ильич. Всего вам добра. Всего вам добра.